Девушки отдыхают Комментарии без компромиссной позиции двух сторон Главный арбитр в ринге Елена Емельянова Добрый вечер Пить или не пить Вот в чем извечный вопрос Алкоголь изначально зло Или высокое достижение человеческой цивилизации Что важнее борьба с алкоголизмом Или энтерапия В студии сторонники сухого закона Против адептов культурного распития Кто победит на информационном ринге И начнем спорить прямо сейчас И все будет жестко Краса в углу ринге Сторонники разумного употребления спиртного Александр Жуков Сотрудник дегустационного комплекса Винзавода Массандра Андрей Елисеев Владелец кафе Александр Бубырев Пивовар В синем углу ринга Убежденные трезвенники Алексей Миронюк Психиатр-нарколог Юрий Платицын Руководитель фонда За трезвый Крым Хвича Хасая Мастер спорта международного класса По пауэрлифтингу Первый раунд Бой с тенью Итак, правила первого раунда Задача участников двух команд Отвечая на мой вопрос Максимально четко и ясно Разъяснить свою позицию по теме Это каждому из вас дается ровно 30 секунд Споры не ступать Для этого будет отдельный раунд В ринге запрещено Использовать нецензурную лексику И физический контакт Все, что не запрещено, разрешено Я не советую вам отклоняться от темы Нарушать регламент И без причины переходить на личности За ходом поединка Буду следить я и судейская коллегия Борис Левин Заслуженный врач Крыма и Украины Радио и телеведущий Андрей Шарков Президент Федерации армрестлинга Крыма Мастер спорта международного класса И секретарь судейской коллегии Редактор телеканала Крым-24 Дмитрий Михайлов Все нарушения учитываются При вынесении итогового решения Итак, мы начинаем Вы готовы? В ринге все решения принимаю я Кому выступать первым? Первыми будут противники сухого закона У каждого из вашей команды есть 30 секунд Чтобы ответить на мой следующий вопрос Алкоголь негативно влияет на наше сознание И здоровье Его употребляют, когда чего-то не хватает Положительных эмоций, ума, храбрости Так может, вместо того, чтобы пить Стоит встать на лыжи Собирать марки Купить телескоп, например И в конце концов найти точку опоры И перевернуть мир Что скажете? Наша команда А вы хотите ответить? Конечно Пожалуйста, ваша команда Команда в синем Ну, я считаю, алкоголь Это вред Хотя В малых дозах Можно принимать Ну, наверное, люди принимают Но я не любитель алкоголя Потому что я спортсмен И считаю Если хочется расслабиться Или там чего-то другого Лучше пойти Можно в тренажерный зал сходить Либо в парк Или на лыжи Я рада, что вы перехватили инициативу Отвечайте на вопрос Ну, к удивлению, может быть, оппонентов Я сейчас трезвый Вы сегодня не пили? Вообще, абсолютно Хотя был на пивоварне Но не пил абсолютно Хотя Каждый день В любом случае Нужно чуть-чуть продегустировать Свой продукт, который я произвожу Но про системность Вы расскажете позже Конечно Но Я ни в коем случае Не пропагандирую алкоголизм Это заметно Я на своем примере Хочу донести до людей Что есть культура питья И если пить не все подряд А определенные Какие-то пиво Либо вино То это Можно оставаться абсолютно здоровым И при этом Сохранять форму Спасибо Ваше мнение Мое мнение заключится в том Что Вы пили сегодня, кстати? Сегодня нет, конечно Ну что Еще руль, еще ехать Мое мнение заключается в том Что Испокон веков Вся человеческая история Не только человеческая Она подразумевает собой Какое-то изменение сознания Это делалось и первобытными людьми Путем алкоголя И путем алкоголя в том числе Вначале это находились Случайно перебродившие ягоды Которые потом Потом это перешло В какую-то систему Появились технологии Так вот Вопрос только в том Что Либо это усугубляется Ваше мнение Я, к сожалению Оставил машину дома Потому как мне нужно было Приехать сюда А так бы вы выпили? Я обязательно Когда я кушал сегодня в обед Я полбокальчика Вина красного Сухого Сколько вам лет? Типа кабарне 82 Я с удовольствием его выпил Личный пример Только не выпил А я употребляю второе блюдо Я маленькими глоточками Каждый кусочек Употребляемого Я запивал Этим вином Я прекрасно себя чувствую Выглядите Да Спасибо Итак Вопрос в следующей команде Традиция употребления алкоголя В нашем обществе Как сказали уже Ваши оппоненты С давних времен Помните еще Князь Владимир говорил Веселее Руси Есть пить Отучить русского человека Выпивать не смогли Ни цари Ни генсеки Почему вы решили Что сейчас Пришло все-таки ваше время Пожалуйста Я хочу сказать Что в настоящее время Ограничительные меры Которые правительство Выработало На территории Российской Федерации Дают позитивные плоды Раньше Если вы вспомните В парках Симферополя Пивные праздники Пивные фестивали Сейчас Вы этого не заметите Потому что пивные Просто на каждом углу Я говорю о массовом потреблении Алкогольных напитков И о потреблении Несовершеннолетними То есть сейчас Жестко отслеживается Позиция Несовершеннолетним Категорически запрещен алкоголью Что скажете Новых технологий Сейчас можно донести До масс Что употреблять алкоголь Приводит к болезненным проблемам И соответственно Есть сейчас Возможность Сделать нашу нацию Более трезвой Если посмотреть в историю То видно Что употребляли алкоголь Но в определенный момент Навязали Культурное употребление Пития Ради получения выгоды На это попался наш народ И те магнаты Которые зарабатывают Сейчас Опять и на вот эти деньги Деньги Соответственно Из-за этого страдает Все наше население Я считаю Большинство людей Просто не могут пить Это единицы Которые выпивают И держат себя В определенных Нормальных рамках А напиваться И Ну это вся за границу Уже знают Как Наши выпивают И считаю Лучше не пить Хотя вот Наш оппонент Сказал Что ему 82 года А может быть Если он не пил бы Он сейчас был бы Какой-нибудь По 2 метра роста Может быть Я не знаю Может все Что к алкоголю Вы зададите еще этот вопрос У нас будет для этого Третий раунд Спасибо Итак Наше время истекло Спасибо А теперь Слово судим Так Андрей Как вы будете судить Будете подслуживать Подслуживать своему коллеге Либо будете Беспристрастны Сегодня Кто мой коллега Вы знаете Здесь все Люди Которые собрались Выглядят хорошо Рассказывали Интересно Никто меня сейчас Ничему не убедил Не переубедил То есть Я услышал то Что в принципе И знаю Посмотрим Что будет во втором раунде Сейчас для меня Просто ничья Спасибо С точки зрения медицины Что все-таки Предположительнее Можно употреблять Чуть-чуть Либо все-таки Ничего Ну здесь пытались Уже Привести одну цитату Известную Михаила Михайловича Жванецкого О том что Алкоголь в малых дозах Безвреден в любом количестве Не надо быть Ханжой И я думаю Даже те Кто сегодня Являются противниками Употребления алкоголя Они его Периодически употребляют И ничего страшного Если это Не вредит Их здоровье Спасибо Вы спортсмены И не привыкли Скорее всего Проигрывать А не обидно Будет проиграть Любителям крепких напитков Я с ними разберу За кулисами Если проиграем Каким образом? Ну Андрей знает Каким образом Я знаю Где угрожаете Сейчас Нет Я никогда Никому не угрожал Но все равно Стою на своей позиции Что алкоголь Пить Это вредно Юрий Вот вы молодой Прогрессивный человек Но по праздникам Себе позволяете бокал? Нет Не позволяю Веду здоровый образ жизни Ну хорошо Вот в новогодние дни Новогодние праздники Какой самый крепкий напиток Был у вас на столе? Были компоты Были соки Провел этот день В кругу семьи А после развлекался Различными Двестоперимечательностями Крыма И спортивным отдыхом Алексей Вот вы как врач Как смотрите на долголетие Благодаря вот вину? Я считаю Что это Скорее исключение Чем правило И таких людей Можно заносить в красную книгу Нашего героя Сегодня можно занести В красную книгу Абсолютно верно Спасибо Александр скажите Сейчас век Все-таки зожников В интернете Каждый пестрит Своим здоровым образом жизни А вы там фоткаетесь С пивом? Ну почему с пивом? Я тоже занимался Профессиональным футболом Но это не мешало мне После тренировки Или просто посмотреть Офигенный футбольный матч Я болею за Шахтер За Манчестер Юнайтед Сесть в компании С друзьями Выпить бокал Качественного Хорошего Вкусного пива Спасибо В вашем заведении Все-таки есть Какие-то цензурные нормы? Детям продаете Для того, чтобы В них культуру питья выработать? Ни в коем случае Никогда детям И это очень жестко Отслеживается Вплоть до требований Документов Обязательно При малейшем сомнении Достараемся И у более старших людей Зачастую требовать Потому что есть Провокационные Специальные действия делают И никогда не наливаем людям Когда видим Что человеку уже достаточно Потому что это Очень важный момент В культуре Работы ресторана Гость должен получить Максимум удовольствия Но в разумных пределах Спасибо Скажите, пожалуйста Чем сможете поразить Ваших соперников В следующем раунде Может у вас есть Какой-то секрет Который поможет И спортсменам И психиатрам Принимать все-таки Небольшие дозы Еще Амар Хаям Написал когда-то Вино несет И яд И яд И мед И рабство И свободу Цены вину Не знай Тот, кто пьет ее Как воду Все вот тут У нас с вами Поэтому Вот сколько существует Человечества Столько существует И вино И по-моему Еще сколько будет Существовать Наша матушка земля Еще по-моему Никто не может И не сможет Отказаться От полбокала Шампанского В новогоднюю ночь Или когда употребляют Пищу Белым или красным вином За каждым кусочком Второго блюда Это вот Спасибо Итак По итогам Первого раунда Общим решением судей Объявляется ничья Счет 1-1 Второй раунд Глухая защита Итак Правила второго раунда Я задаю вопросы Каждому из вас По очереди Давай отвечайте По времени Столько Сколько я Посчитаю Нужно Вот так Поехали Алексей Крым знаменит Своими винами На терапии Не дань моде Вином лечит давно Получать полезные вещества Лучше из натурального продукта Вина Например Чем из химических Медицинских препаратов Зачем крымчанам Лишать себя Такой уникальной возможности Крымчанам У которых нет Противопоказаний Для употребления алкоголя В ограниченных количествах И только тем У кого Здоровье позволяет Но в данном случае Я отражаю Позицию А как вы определяете Позволяет или нет Для этого Существуют Диагностические методики В наркологии Которые позволяют Четко сказать У человека Есть противопоказания Либо их нет Посмотрите Вот на ваших оппонентов Есть у них противопоказания 82 Человек пьет каждый день Но для этого Мне нужно провести Клиническое интервью Для того чтобы четко выяснить Есть ли у них Диагностические критерии За заболевание Либо их нет То есть Сразу не сможете По внешнему виду Очень сложно бывает Определить Вот Запольный или нет Человек нельзя определить Среди присутствующих В данном случае Они находятся в трезвости Поэтому очень сложно Определить Как они себя поведут В случае Массивной алкогольной Интоксикации Если бы они были Нетрезвы Как бы вы это определили У них что должны Если бы они были Нетрезвы То это бы были четкие Диагностические признаки Запах алкоголя Изо рта Шаткая походка Не Смазанная речь Эти признаки Достаточно Чтобы установить Диагноз алкогольного пьяни Даже после 100 граммов? Многие люди Даже после 100 граммов Очень четко Эти все Диагностические признаки Проявляют И 100 граммов чего? Либо крепкого Алкогольного напитка Либо Суррогата алкоголя Мне кажется вы как-то Пошатываетесь Что-то есть Вы раскачиваетесь Просто Это пиво так влияет? Нет Может пиво кстати влиять так? Очень положительно А вы как медик? При регулярном При регулярном потреблении Пиво тоже может Вызывать Ожирение по женскому типу Раз Гормональные нарушения Пивной живот Безусловно Он есть Следующее Пиво может Вызывать Гормональные нарушения При регулярном Избыточном потреблении И пиво в конце концов Вызывает Зависимость При ежедневном потреблении Так а какая доза Нормальная? Сколько можно пить По-вашему? Если все-таки можно Ученые говорят Что нет Нельзя Нет нормальной дозы Вот все вредно Существуют Международные стандарты Потребления алкоголя Это 330 грамм пива 50 грамм Крепких алкогольных напитков И 100 грамм Сухого вина Но я подчеркну Что это для здоровых людей У которых нет Медицинских противопоказаний Для потребления алкоголя Все через специалиста Потом определяем Можно пить или нет Человек Умеренно Употребляющий Психологически устойчивее Завязавшего Который может В любой момент Сорваться Может не стоит Ломать людей Через колено Сухим законом Сухой закон Нельзя возводить В абсолют Безусловно Для кого-то Абсолютная трезвость Просто жизненно необходима Потому как у него Вам необходимо? Я придерживаюсь Трезвости Своим примером Доказываю То, что это возможно Вы не пьете вообще? Последние несколько лет Я полностью исключил алкоголь То есть вы пили? Раньше? Я пытался Культурно употреблять Алкоголь Но Не получил культурно? Я сделал вывод Что алкоголь Не нужен Человеку Ну был какой-то прецедент Я правильно понимаю? Не прецедент Просто Вы проснулись утром И решили Все, не пью Нет Это абсолютно не так Просто я пришел к выводу Что алкоголь Не настолько высокого качества Что он улучшает здоровье Что он улучшает самочувствие То есть чуть-чуть можно Но все-таки вроде как и нельзя Как-то Опять же Я говорю В отношении себя Я пришел к идее Абсолютной трезвости Вот Но есть люди А почему бы Самому себе не разрешить? Немного Я сделал вывод Что Раз нет Абсолютно чистого алкоголя Значит его нужно исключить В Крыму нет чистого алкоголя? По крайней мере Я не могу Для вас Для меня Вы не можете его найти Для меня А может вас ваши оппоненты И переубедят Может переубедят Александр 82 Каждый день Правильно я понимаю? Обязательно Без этого не начинается ваш день? Мне просто удивляет один вопрос Вопросы я здесь задаю Так все-таки каждый день? Конечно Во время употребления пищи В обед и ужин Я обязательно полбокальчика Это где-то 60-70 кубиков Я обязательно употребляю Как можно лишить себя Такого удовольствия? Мне удивляет одно Что наши оппоненты У них алкоголь это все И вино И пиво И водка Вы тробите? Конечно Еще бы Вино это не алкоголь Утро с чего начинается? Вино это не алкоголь Вино это напиток Который Который наслаждаются И спиваются Это вот тут У каждого Понимаете? Вот тут все заложено Я по крайней мере То есть получается у нас люди Просто не умеют пить Или вина нет хорошего? Конечно Массандра не зря Я еще с 83-го года Пооткрывала Эти Эти Диустационные Залы Где мы принимаем Большое количество Наших отдыхающих Приезжающих к нам В Ялту И мы там Рассказываем Как раз О культуре потребления Понимаете? Кажется, что лучше ходить На экскурсию не к вам А сначала в наркодиспансер Чтобы упредить Я к нему пойду Тогда, когда мне только Потребуется справка Для вождения машины Или когда я почувствую Что мне кто-то Из наших окружающих Саша Саша Ты что-то не в своей тарелочке Тогда я к нему пойду Я не пойду на дегустацию Есть более Интересные Время про вождение Я поклонник Спортивного туризма И так повышаете градус, да? Не градус повышаю Я просто общаюсь с природой И в этом нахожу удовольствие И виноделы тоже общаются с природой Я думаю, Александр общается с природой не меньше Мы с удовольствием ходим так же И в походы И занимаемся плаванием Сухим или скрепленным? Сухим вином Сухим вином Не зря Массандра Вот наша Енина Петровна Вот когда она пришла Уже пятый год Работает непосредственно у Массандра Да это была Директором завода шампанских вин Новый свет Хорошая промо, я понимаю, да? Так вот она Учитывая колоссальный Сдвиг наших потребителей Со скольки лет вы пьете? Я вот интересно Со скольки лет Когда вы познакомились с алкоголем? С чего началось это знакомство? Вы знаете, когда я был в школе Нас часто Мы жили В школе наливали? В школе, конечно В школе нас В школе нас А меня на винзавод И винодел так Вас сразу разглядели Винодел так рассказал Что такое вино Что меня сподвигло Именно пойти по этой стезе Но единственное Что вот тот, кто не может Удержать себя Конечно Вот со мной В комнате Когда мы учились Ваш случай Скорее исключение, чем правило К вам, наверное, другие совсем люди приходят Посмотрите, сколько людей Пьют с удовольствием Сухие вина Они сухое вино Не считают алкоголем Вы водку не пьете вообще? Вообще не пью Нет необходимости То есть вы получаете так Если вот стоит Ну зачем я буду водку С 2H, 5H Когда у меня прекрасно Слушайте, а как вы представляете Пельмени, соленые огурцы И вдруг шабли Или что-то другое Вот такое застолье Можно представить себе? Без водки? Конечно Вопрос не пошло А сухим вином Я с удовольствием Как вы относитесь К винному туризму Вы можете сказать Что сегодня Или считаете ли вы Крым полуостровом Пьяного угара Такое может быть? Обязательно надо Всем пить Приезжайте пить Нужно именно Чтобы проводить И показывать Культуру потребления вина И вот когда у нас Вот уезжающие Ну приходят Я же занимаюсь сейчас Вот в день Мы принимаем группы большие И вот когда заканчивается дегустация Вы знаете Удивительно А у вас кстати есть в штате Врач-нарколог Вот после окончания дегустации? Да Сколько у вас? Девять сортов? Девять образцов Девять, да Девять образцов даем Я понимаю Они все уходят Пошатываясь Три сухих Три крепких Ну крепленных И три десерта Вам еще не захотелось? И три десерта Подправиться просто завтра Суббудно Уезжающие люди Я выезжаю После дегустации Говорит Александр Иванович Вы круглосуточно принимаете? Вот ваш коллега уже готов Мне 65 лет И я наконец-то узнал Что вином Оказывается Андрей хочет сегодня выпить вина Да Что вином можно не только пить Но им еще и наслаждаться Ну никак на вашу инициативу Отреагировали Так все-таки что? Пить? Умеренно А кто определяет? Ну я поняла, что все Мозг Прежде всего Конечно А для того, чтобы он человек понимал Для этого мы проводим Вот большие-большие приемы Большие группы Где мы рассказываем О культуре И что такое вино А никого не откачивали Вот после таких экскурсий Потому что в желудке Мне кажется такая отсказка смесь Девять образцов Главное Круче любого ерша Никто еще на бровях не уходил Уходит только с блеском в глазах Понимаете? И благодаря Я говорю, слушай Я прожил жизнь И только теперь я понял Что вином можно наслаждаться Вы понимаете? Когда вот этот человек Говорит мне И они уходят с таким наслаждением Говорят То есть как у блока все Истина в вине? Истина в вине На ваш взгляд? Да, конечно Конечно И вином наслаждается Спасибо Юрий Вино, пиво, водка, виски Это огромные деньги Предпринимателям Работа тысячам людей Большие налоги государства И вообще для многих народов Это часть истории и культуры Вот вы не боитесь Если все это разрушить Вот из-за таких активистов Трезвенников, как вы И толпы безработных специалистов И разорившихся бизнесменов Просто будут линчевать вас Да и просто А любители выпить Трезвые и злые Я бы для начала разрушил бы миф О налогах, о финансах Получаемых государств Вы считаете, что бесплатно работает Тут же ангрии? 90% крупных консерв Они все принадлежат Зарубежным владельцам И соответственно Можно сейчас по пальцам Перечислить название пивных марок Хозяева которых Сегодня наш рынок Неконкурентно способен Которые живут за рубежом И те потери, которые несет Наше государство Наш рынок конкурентно способен? Из-за употребления алкоголя Проблемы, какие несет То за счет получаемых финансов От акцизов Не окупается Если смотреть на мою деятельность Которой я занимаюсь Я понимаю, что Она способствует сохранению Жизни нации Попробовать или не попробовать Можно Кто-то пробует Но многие, к сожалению Не могут остановиться И вот сейчас мне было Выпил, понравилось и продолжает Остановиться уже невозможно Выпил, понравилось и продолжает Совершил преступление Правонарушение Посмотрите, о чем говорит наше законодательство Что в трезвом виде нельзя Принимать важное решение У нас даже существуют народные мудрости Что любое решение нужно принимать На какую голову? На трезвую голову Тем не менее работает и второй принцип Сообразим на троих Он также работает Сообразим на троих Это когда пришла уже навязанная культура употребления Нам же как государство предлагало Не быть полностью трезвым Быть либо культурно пьющим Либо алкоголиком А вы верите в культурно пьющих? Я не верю Потому что большой процент этих культурно пьющих Из-за употребления алкоголя В процессе переходит в людей Запойно употребляющих Создающих проблемы нашему государству Разрушающих свою семью Разрушающих себя Как личность И соответственно мы видим результат Этого сейчас в нашей стране А как вы пришли к трезвости? Знаете, в моей жизни, к сожалению Был этап употребления алкоголя И сейчас я живу совершенно трезвой жизнью Более 9 лет я не употребляю алкоголь И мне есть чем сравнить Я капитан футбольной команды Трезвый Крым Который играет в чемпионате Крыма По мини-футболу Мы идем сейчас на первом месте И они с иронией, всегда с улыбкой Видят и воспринимают Что трезвенники идут первыми Потому что новогодние праздники Со свежей головой Да, кто-то выживает, а кто-то как выиграет в футбол Конечно Я увидел разницу даже в своем здоровье В своем взаимоотношении В своих перспективах Как и Александр Сухой закон пытались вводить во многих странах Вы помните того же Горбачева В 1985 год Эффект всегда был обратный Все подъезды пропахли самогоном В ход шел любой суррогат Может лучше вместо запретов И вырубки ценных виноградников Вам стоит прекратить бороться И просто пойти работать К сожалению Не до конца была создана система Противодействия употребления алкоголя И позволили на местах Все-таки наполнять нашу нацию Ну суррогатным алкоголем Что происходит сейчас? Сейчас большое количество алкоголя Вы про черный рынок? Да Это вообще как русская рулетка Ну совершенно верно К сожалению Народ не осознает опасности Вовлечения употребления Или вы осознавали эту опасность? Я пил из-за того, что Или вы встретили такого же Юрия Который помог вам? На тот момент многие повадки И привычки были навязаны мне социумом Я на телеэкране Во многих фильмах В ток-шоу В разных передачах Видел, что употребление алкоголя Это неотъемлемая часть То есть вас паивал телевизор, грубо говоря Современной жизни И хочешь не хочешь Я как ребенок Перенимал то, что алкоголь Это естественная часть нашей жизни Когда я приходил в магазин И видел, что алкоголь продают с 18 лет Ну это такой пиар-ход многих алкогольных компаний Я хотел автоматически Автоматически Притянуть тебя к взрослому человеку Выпить? Ну получается, вы слабый человек Если у вас так легко Первый раз дали употребить Попробовать со всеми Сколько вам было лет? 14 14 лет? На дискотеке Я был Молодежное мероприятие Бывают такие ребята Топтуны я их называл Которые не могут Раскрепощенно танцевать На танцполе А стоят Любуются на девушках Для смелости накатить получается А когда ты накатил Ты чувствуешь себя комфортно Раскрепощенно Сколько вы накатили тогда? Небольшую дозу И самое интересное Что это ощущение Которое я получил От употребления Оно меня с одной стороны Испугало А со второй стороны Придало свой эффект Что оказывается Я в нем безграничен Так все-таки сухой закон нужен? Я считаю, что нужен Но в него нужно войти плавно Если сейчас мы Так компрометирующе Просто поставим Перед нашей нацией запрет К сожалению Начнется то же самое Начнется подпольное Употребление алкоголя Продажа его Так она есть и сейчас Разливают в любом углу Если грамотно Постепенно Поэтапно Что сейчас делает Наше государство Вывести народ На постепенный отказ От употребления Я думаю У нас будет здоровая нация Продлится Тяжелого алкоголя Продлится Продлится Срок жизни Так вы считаете Что эти люди напротив вас Они не здоровые? Они здоровые Вы же когда-то таким же были Здоровые Но таких людей Которые можно занести 82 года В Красную книгу Будет не один человек На 180 миллионов А их будет значительно больше И у нас нация Так человек каждый день пьет Каждый день Смотрите Просто многие Алкогольные компании Умеренно Находят фанатиков Интересных им Которые будут продвигать Их деятельность Для того чтобы получать Больше прибыли На это построена работа Приносящая большое Количество финансов И люди идут На любые крайние меры Вовлечь Людей Которые считают Это долгом своим Которые считают Что это их путь Ну вы также Я так понимаю Вовлекались Смотрите В советское время Были такие активисты Которые ездили по селам Читали лекции Вреди алкоголя А после работы Что употребляли Армянский коньяк И считали Что все нормально Вот чем вы Отличаетесь От героев Советского Агитпропа Вы коньяк Не употребляете Только этим Нам больше повезло Мы ведем Полностью трезвый Образ жизни И что нам Всегда нравится И улыбаетесь Мы трезвые Не только На мероприятиях Но мы трезвые Всегда Это девиз? Да А вас много таких Трезвых всегда? Ну помимо ваших Трезвый Крым Фонд Республиканский То волонтер Волонтеров сейчас Больше ста человек Тех кто Встал вот на такой путь Ну в коем состав Национального Антинаркотического Союза Который превышает Сейчас больше Уже тысячи человек В ваших рядах Пребывает Пребывает Может кто-то Из ваших оппонентов Все-таки переключится Возможно В конце программы Вы поменяете свое мнение Большое количество Наших волонтеров Это бывшие Зависимые Которые Агитировали Употребление Говорили что это нормально Но когда Столкнулись С проблемами В своей жизни Задумались Посмотрели со стороны А что бы было Если я не употреблял Ну не умереть же От одеколона Я поняла вас Спасибо Андрей Львиную долю прибыли Любому ресторану Приносит Алкоголь Именно алкоголь Причем не только прямые продажи Я сейчас говорю не о них Но и о том Что человек выпивший Он охотнее тратится На еду На музыкантов На караоке На всю сопутствующую Инфраструктуру Ну не знаю Слава или не слава Вы ради денег Готовы спаивать клиентов? Нет Нет Мы не спаиваем никогда Клиентов Гостей Если человек попросит еще Если я Ходите вина Не хочу водки Не нальете? Чаще всего В зале Нахожусь я сам Это так как это мой Сами разливаете? Да Я очень часто стою за стойкой Выхожу в зал Работаю официантом И в 70% случаев Работы заведения Я нахожусь в заведении И весь персонал Во-первых Тренирован на то Что всегда есть Стоп-линия у человека Во-вторых Я когда нахожусь в заведении А что же для вас главное? Для меня Для меня главное Это мое хобби Это мое заведение Я очень долго Его пестовал Шел А пьют Не пьют Это уже вопрос Как бы такой Абсолютно Если человек хочет Вы просто не нальете Так кто к вам будет ходить? Если он хочет Но я вижу Что он уже Не в состоянии Полной адекватности А если он в состоянии платить? Это я субъективно оценю Но это мое субъективное мнение В моем заведении Вот если я субъективно оцениваю Что он находится в состоянии Близком Уже к пограничному Либо к адекватному То я его не наблюдаю А пограничный-то валяется Или как? Нет Начинается бессвязная речь Начинается агрессивное общение Начинаются Заторможенные Слишком заторможенные Движения Либо порывы То есть он бумажник просто открыл Говорит Вот плачу сколько Он Ему будет вызвано такси И он будет отправлен Причем зачастую Мы их проводим в гостиницу У нас рядом несколько гостиниц Укладывается сразу? Да Мы их к партии сдаем Так может надо все-таки Вызывать А еще генералку даем с собой Даем визитку Чтобы утром он пришел У вас под ключ просто У нас просто под ключ Именно так А если приходят родители с детьми Так Родители употребляют Вы таким родителям будете наливать вообще? В присутствии детей? Я не имею права Они трезвые Я не имею права отказать Это их дети Это их совесть Это их карма Отказать трезвому человеку При наличии у него паспорта В котором есть больше 22 лет И если он не ведет себя Ни агрессивно Ни аморально Никаким образом Я не могу отказать То есть пить при детях можно? У нас много гостей с детьми У нас очень много гостей с детьми Которые выпивают А дети в это время пьют соки Компоты, смузи Фреши, чай Отказать им Я, во-первых, права А родители по 50 И просто привыкают к этой атмосфере Пьяного праздника Да Вы вину чувствуете свою за это? Абсолютно нет Но при этом человеку, который уже не нальете А тут нальете в присутствии детей Почему нет? Да, я налью в присутствии Это его дети Это его право Я не в праве воспитывать его детей Его дети будут смотреть только на поведение своих родителей А не на поведение бармена или владельца заведения Мы же не воспитываем детей Мы можем только показать себя Не более чем У меня двое Не пьют Пока А вы, кстати, вот есть инициатива на законодательном уровне О том, чтобы ввести все-таки дома Разрешить родителям дегустировать Вечером вот Сын пришел со школы Его усаживают за стол И говорят, чтобы приучить к хорошему Как вы к этому относитесь? Это маразм Да И я больше скажу Можно еще уроки алкоголя ввести в школе? Мои родители На примере моей семьи Вам не наливали? Мало того Я до 16 лет Вообще не подозревал, что существует в семье алкоголь А во сколько вы начали? Позже Позже Значительно позже 16 лет Начал Вы в 14? И плавно продолжаю до сих пор Вот А что вы пьете? Все Практически все из алкоголя Любого алкоголя Все, что горит? Я перепробовал из алкоголя практически все У меня есть возможность метаболизма организма Выпить очень много Оставшись при этом в абсолютной адекватности Но я уже давно ей не пользуюсь Поэтому 50-100 грамм раз в неделю вполне возможно А спирта, содержащий не пищевые, как? Например Боярышник Не дай бог У нас есть коктейль в кафе Боярышник Мы его делали сами из чистого спирта На той волне после Иркутска? Да, 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 было очень весело Весело? Там более 70 человек Это их дело Это их выбор, их судьба А ваше дело? А мое дело Зарабатывать? Нет, в своем заведении для своей души Сделать себе коктейль удовольствия И коктейль Боярышника, кстати, спросом пользовался? Да, абсолютно Замечательно Целую неделю пили Потом нам надоело, и мы поменяли его на лимоновку Спасибо Ведь вы крымчанин с грузинскими корнями И при этом вы за отказ от вина и другого вида алкоголя Абсолютно Правильно я понимаю? А как вы празднуете свои спортивные победы? То есть, ну, неужели в погоне за рекордами Вы изгнали спирави, шашлык, тосты? Вы пьете все-таки? Не-не-не Можно же хороший тост сказать Но не обязательно же его выпить Можно пригубить и поставить А градус как повысить? А зачем он? У меня и так градус повысит Если человек умеет себя вести И поднимать в себе настроение Ну, не надо же нажираться Или выпить там 100-200 грамм Я могу Вот в любой компании Вот они будут пить Я могу вклиниться к ним в компанию И так же с ними адекватно провести Подстроиться под их волну А вам не будет скучно? Они выпивают, а вы как бы Ну, о спорте? Ну, вы знаете, вот когда заходя Куда-то в кафе или в клуб Сейчас не хожу Раньше ходил, честно говоря Не очень приятно смотреть на людей Не уважаешь, не уважаешь А это же не первобытный строй Я не хочу пить Ну, что уговаривать меня Я поддержу вас Скажу тоже пару хороших слов Но пить, извините, я не буду Вот недавно меня пригласили На старый Новый год Все закончилось хорошо? Густол был, конечно Ну, не буду рассказывать Сейчас слюнки могут у кого-то потекут Кому-то просто захочется выпить Красивые тосты кого-то Я сказал пару слов Пригубил, поставил Компания А что пили? Я пил вино Домашнее вино, кстати Так вы все-таки пили Я не пил Я пригубил, поставил Моя компания просто знает Что я Вот тут интересуется Выплюнули или как это было Все-таки технически? Пригубил чуть-чуть Но это же не значит Что я выпил Я поставил Никто вопросов не имел Потому что знать Что я пить Уговаривать меня не стоит Я поставил вино и все А у вас как-то так сложилась История с алкоголем Точнее не сложилась по жизни? Ну, вы знаете Я рос Все детство провел И мы часто за столами были И всегда Тосты красивые говорились Но сделать так, чтобы я полюбил алкоголь Не получилось как-то А как вы без звона бокалов вообще? На Новый год На тот же Вот, кстати, мне Слушайте, а так можно жить? Можно Категорически Да нельзя Но очень скучно Мне, кстати, подарили 85-й год, когда пошел И начали свадьбы С квасом Безалкогольные С квасом и с чаем Я И талон на сахар И талон на сахар Из самогона варенья И пошло только в минус И лак для волос Брызгали и пили Вы помните, что было в 85-м году? Конечно, да То, что приглубил он немножко Да, он занимается профессиональным спортом Человек, живущий просто так То есть ему просто опасно пить? Вот, понимаете Когда спрашивают Что первым появилось Хлеб или вино? Ну, я знаю, что вы ответите Конечно, конечно Так вот, когда я кушаю Я, чтобы почувствовать сочетание пищи и вина Я, конечно, глоточек И никто не говорит в этот момент Ну, как красиво, говорит Ну, неужели не захотелось никому из вас? Не об экономике Не о тяжелых алкогольных напитках Понимаете? Мы наслаждаемся И я только уже знаю Доходи до того, что ты меня любишь Ты меня не уважаешь Я все время Не знаю, это уже из вашей Да, о чем вы говорите? Речи не может быть И людям я рассказываю Ребята, пейте, запивайте хорошую пищу Столовым вином, белым или красным Соответственно, какое блюдо у вас будет подано? А что вы можете ответить на это? Надо всегда иметь свое мнение И не быть подвластным человеку, который тебя уговаривает выпить вино А я не уговариваю Нет, вообще я говорю Нет, 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 давайте разделять Вообще и в частности А про то, что вы говорите вино и что вышло первым, да? Ну, да, воины пили вино там и что-то закут Один из гигиенических напитков вообще в жизни Из-за того, что больше ничего не было Не было воды, пили вино А что, вино легко сделать? Но дело в том, что какое вино и как его приготовили Это уже такое вопрос Это вы как специалисты рассказываете А вы вообще пробовали когда-нибудь хорошее вино? Может, дело в том, что вы хорошего не пробовали? Надо вот отправиться на дегустацию У меня дед, кстати, 84 года Пьет? Прожил, нет, уже Нет, он пил каждый день И бабушка меня заставляла Красное вино Утром и в обед Вот как дедушка назову, да? Ну, я просто смотрю С недоумением смотрится на это все Но я не пил Нельзя? Ну, они же старой формации люди Они так были воспитаны, привыкли А сейчас уже, я думаю Сейчас предлагают так и воспитывать, на самом деле Не надо, это плохо Так не надо воспитывать И я считаю, можно спокойно обойтись без алкоголя Потому что наши люди в меру пить не умеют Это редкость, когда человек может выпить И чтобы у него башню не сорвало Ну, не могут Просто может быть А синдром отмены просто Вот как вы бросали? Сейчас вот если просто посмотреть За что я переживаю Что сейчас большинство телезрителей За Александра? Большинство телезрителей Облизываются слюнями Как классно выпить вино Уже открывают? Стукнут по столу и скажут жене Ты слышала? Неси Пить хорошо Все говорят, пить хорошо Мы победили, наша сторона И после этого начнется проблематика Я вот всегда Мне было интересно Кто будет стоять в наших оппонентах Люди, которые продвигают алкоголь И я с удовольствием сегодня увидел этих людей Еще раз смотрю Мы не алкоголь У нас летит третий раунд Вы успеете еще задать свой вопрос Я думаю, обязательно Хорошо У меня много протестов Это хорошо Держите пока их себе Изо всех сил Хоть считается, что профессиональный спорт Несовместим с употреблением алкоголя Регулярно кого-то из футболистов Ну, например, футболистов Ловят пьяным за рулем Те же Кокорин с Мамаевым Если бы вели себя выпившие тихо То и были бы надеждами Оставались нашего спорта Это плохой пример, я понимаю Но есть же и хороший Тот же Овечкин, который пил шампанское Помните, из кубка Стэнли Тот же Шварценеггер Который регулярно отдыхает на Октоберфесте Так может пусть пьют? Извините, если я выиграл бы кубок Стэнли Я не то, что его выпил Я купался бы в этом кубке Конечно, не западло, как говорится В народе выпить Это такой кубок Слушайте, ну переходите Переходите, нет? Да не за это У вас глаза уже забестели Это будет дву-трое Кетверо против За то, что он кубок получил Это Овечкин То есть алкоголь и цена победы Ну это Овечкин Это один человек Это как Рональдо, как Месси Ну я хоккей не особо люблю Но знаю Овечкина Это авторитет в мире спорта Так пусть пьют все-таки спортсмены А ученики и ваши? Вы как? То есть можно пить, но только с кубка А пилоты Формулы-1 шампанским? Ну вы говорите это про звезд Там, я не знаю А чем звезды? Такие величины А вы же звезда нашего масштаба Почему вам нельзя налить? Это у них такое Как это называется? Они получают немалые деньги За то, что алкоголь Не дает он непосредственно Да, в рекламу И соответственно Обещанное контракт Про светительская миссия сегодня страна Вы хотя бы узнаете о том, как бывает Не все просто так У нас скучает пивовар Просто вижу Переминается С самого начала программы Ждет вопроса Серьезно? Кстати, рецептуру предлагают изменить На самом деле То есть солода будет уже не 80% А кто предлагает? А вот там наверху предлагают Вы еще не слышали об этой инициативе? Они далеки от пива Далеки от пива? От пива, да Далеки? Что-то другое Ну вы не слышали, да? Про то, что пшеничное пиво У вас 80% солода в вашем пиве, которое вы варите? У нас 100% солода 100%? Конечно Слушайте, а для кого же оно? В каком сегменте вы разливаете? Точно не в экономии? У нас хорошее крафтовое пиво Хорошее? Конечно Только с натуральными, самыми лучшими продуктами, ингредиентами И пошла реклама Крафтовое пиво не располагает какой-то химии Там только натуральные продукты Если это бланш, то там используется цедра апельсина Я ее чищу вот прям руками То есть это цедра апельсина То есть у вас гибкая рецептура, да? Конечно Там используется кориандр, ромашка Используется имбирь, мед Саша, вы знаете вообще о последствиях алкоголизма пивного? Вам они не кажутся страшными? Молодые мужчины, к примеру Я говорю сейчас с вами о пивном алкоголизме Да, то есть Вы знаете, что медики вообще А что такое пивной алкоголизм? Сколько вы литров? Что? Ну вы, сколько литров вы потребляете? В день, в год, в час? Да, или вы не пьете фиво Вы его варите, но не пьете Ну как? В час? Когда я варю пиво В час, скажите Там сусло Там надо постоянно пробовать, как с оливье Оливье? Ну, когда готовишь что-то Вы никогда не готовили ничего? Я? Ну, готовлю, но не оливье Смотрите У вас на Новый год, я поняла, только пиво Горящее сусло, это 100 градусов Там пар Там железо острого уголы Слушайте, сколько вы пьете? Ответьте на вопрос Да я же вам объясняю То есть, когда я работаю Я могу, ну, просто попробовать То, что я произвел Вы 24 часа пьете? А почему 24 часа? Я же не варю 24 часа Варка идет от 8 до 12 часов Я могу выпить, ну, пол-литра То есть за процесс варки Это 8 часов То есть пол-литра пива Вечером, дома, после Да мне хватает на работе Если я хочу, я больше угощаю людей Норма? Норма в день? Да даже полезно 0,5 литра хорошего пива Нефильтрованного, живого выпить Это полезно даже медики знать Это кто сказал, вы? Медики Вам продать надо, я понимаю Что? Вам продать надо Кто сказал, что хорошо? Какие медики? Установили что? Что вы установили? Установили, что пивной алкоголизм Опасное заболевание Вот Из подвала возникает И признаки видны Ожирение по женскому типу рас Ну, молодые мужчины теряют половую силу В том числе Становятся похожи на женщин У них вырабатываются женские гормоны И растет грудь У вас ваши посетители на глазах не меняются? Вчера моей дочери был год Все нормально работает Жене привет А я сейчас не о вас А о ваших посетителях В посетителях пивоварни? Да Ну, это тоже взрослые, адекватные люди То есть это могут быть спортсмены Богатые люди в разном сегменте Это не дать алкоголики Хвичик вам не заходил? Кто? Хвичик вам не заходил? Нет, ну много было артистов, музыкантов Приходили на пивоварню на дегустацию У нас также проходят дегустации Я их провожу Либо наш собственник проводит Вы приглашаете? Конечно Я раздал он ребятам сертификаты Пригласил на пивоварню на дегустацию Посмотреть, что мы делаем А он к нам приедет И сделает Просто по обмену Вот Андрей ничего не получал Он спрашивает, где можно? Да Юрий Не, а ваше пиво поставлю в кафе У Чехов есть классная шутка По этому поводу Они говорят, что Человек, употребляющий пиво Похож на арбуз У него растет живот И отсыхает кончик Вот замечая Слушай, это же другая программа у нас какая-то Замечая, к сожалению К сожалению, замечая На футбольных матчах А вы как-то опытным путем это выясняли? Мне удалось посетить не один матч чемпионата мира Который проходил в нашей стране И видя на тайбунах Трезвых людей Не совсем трезвых людей Не совсем трезвых людей С бокалами пива Которые менялись на глазах С такими вот животами Понимая, что неотъемлемая часть употребления Это последствия, которые можно наблюдать своими глазами Но на международных матчах не разрешен Это люди, которые перешли грань Понимаете употребление? Разве мы об этом говорим? Вы сейчас вы даете информацию, которая не владеет Мы говорим совсем о другом На нашем чемпионате мира было разрешено пиво И помимо того, что Если компания Кока-Кола, допустим Давайте не будем делать рекламу Да, компания напитков сильно газированных Просто раздавала интересные красивые бокалы То пивные бокалы были с подсветкой и с надписью То есть вы считаете, что у нас в стране возрождается культура Не возрождается Пивоупотребления, она и была Нам потихонечку навязывают со стороны Для того, чтобы наш народ разрушал свои жизни Становился арбузом? Кто навязывает? Отчасти, да А вы не навязываете? Я? А как я могу навязывать? Происки запада, может? Отчасти Ну вы же, вот к вам человек заходит Вы же мне говорите, слушайте Пивной алкоголизм влечет, как на пачках пишут В случае чего То есть это не такое заведение, что туда может зайти кто хочет Здрасте А как вам все заходят? Вы говорите, что приходят людей? Это приходят на экскурсию люди Которым интересно, как это происходит То есть они пьют пиво, но они не знают, что пьют Много есть мифов каких-то непонятных ситуаций Про порошковое пиво Некоторые вообще думают, что мы в гараже в каком-то варим Поэтому мы собираем людей А варят в гаражах вообще? Бывает такое, да? Ну я не знаю, люди просто представляют это себе так Что стоит огромный чан, я вот так вот мешаю веслом каким-то То есть это совершенно по-другому Технологии настолько уже продвинулись Что просто, ну это невероятно Насколько может быть это интересно, занимательно Вот я не рыбак, не охотник Вот на примере рыбаков, охотников Представляете, то есть вы сначала выбираете, на кого будете охотиться, либо рыбачить То есть либо рыбу, либо... Там целые ритуалы, игры какие-то Конечно Потом вы выбираете рецептуру Выбираете снасти Как вы будете делать, что будет в конце 21 день, ну допустим, вы ждете И потом, как будто вы приготовили, можете это попробовать А если еще это понравилось людям, да это просто счастье Я дарю людям счастье А вам не обидно, когда к вам приходят подростки? А к нам не приходят подростки Не приходят? Нет, конечно То есть вы никогда не нальете, да? Да никогда в жизни Все же начинается не с водки, а с пива с того же А кто это такое сказал? Это доказывает исследование Какие исследователи? Нет? А с чего начинаются сводки? Каждый начинает как угодно Как прокончик пива с водкой Абсолютно И у меня есть очень много различных историй из моей юности То есть сразу бегут за водкой или с чего? А что начинали именно с крепких алкогольных напитков Ну сейчас я расскажу, я 16 лет занимался футболом профессионально Да, вы говорили, да Я ничего не пил Потом в 16 лет с друзьями попробовал Вам стало интересно, как это бывает у людей? Причем за один день я попробовал все сразу Пиво, водку, вино, все что было Ну и я не опьянел, не знаю А с чего обычно начинают вы как специалист? Каждый по-разному начинает Тут играет большое значение генетическая предрасположенность Ну и окружающая среда Если подростка То есть что, пьют дома, грубо говоря, или как? Если подростка окружают пьяные родители Которые ежедневно на работе, в профессиональных целях дегустируют пиво Приходят домой в состоянии алкогольного опьянения И рассказывают, как это хорошо, готовите пиво Так все-таки, ну чаще всего Навязывание С чего, напиток какой? Напиток? Да Ну в настоящее время, по моим наблюдениям Это слабоалкогольные напитки Блейзер очень популярен у подростков И, конечно же, пиво Все-таки пиво Просто сравнить блейзер и крафтовое пиво Это, как я вас сравню, я не знаю Невкусно? А? Невкусно? Блейзер? Я не знаю, что это блейзер Я не знаю Сравнить крафтовое пиво и просто пиво Это вообще две разницы, Андрей Посмотрите глазами подростка на это Что такое блейзер? Это красивая упаковка Маленький градус, доступный ему Если он выпит водки, ему будет отврат Деньги он обманет маму При желании попросит на пирожки Или еще какие-то досуговые мероприятия И просто У нас дети в три года чулкаются чашечками Знаете, такая игра кухня очень популярная Они начинают с того, что у них Я вам больше скажу Когда проводят тесты среди подростков Там с первого по третьего класса То 82% рисуют на праздничных столах Элементы алкоголя Бутылки рисуют 82% Это все в семье Совершенно верно Вот мне очень понравился пример оппонента Который говорит, что до совершеннолетия практически Его родители не показывали ему этих сцен У человека в начальном этапе заложились уже ценности И он сейчас пытается это транслировать в своем заведении Но, к сожалению, если посмотреть на общество Сделать СС, это не так А что показываете вы, когда вы видите пьяного на улице? Вы объясняете как-то, ну вот так нельзя или как? Я всегда делаю замечания Пьяному? Разному Человеку, который употребляет Находится в употреблении Эффективно? Смотрите, конечно эффективно Просто если мы не будем делать как общество замечания Если не будем говорить Я всегда делаю замечания, если человек где-то кует На остановке, либо в непосредственной близости от входа в помещение Вас бьют потом? Нет, не бьют Странно Не бьют Я просто грамотно доношу Вича подсказывает, надо убежать Грамотно доношу до человека Я понятно, что если человек вообще Такое же навязываем Так как я скажу Я не навязываю, я ему говорю правила общества Что 15 метров нельзя курить сигарету от входа Я ему говорю, что Если ты стоишь на остановке Это не правила общества Это правила государства Государство и общество это абсолютно разные вещи Наше общество перенимает Перенимает те правила, которые есть И вводит их в норму Для того, чтобы мы бы жили цивилизованной жизнью А не жили как в старое время Спасибо Итак, время второго раунда Стекло теперь слово судим Второй раунд был жарким Кто все-таки, по вашему мнению, сильнее? Вы знаете, был очень интересный раунд Похвально твердая позиция сторонников трезвости Но творческий подход и то вдохновение Вот с которым рассказывают о своей позиции Сторонники потребления алкоголя Меня очень удивляет И даже немножко в этом плане как бы убеждает Было действительно захватывающе Смотрите за этим противоборством Я одно могу сказать К чему даже я сейчас услышал, пришел Во всем нужна культура и мера Как культура физическая Как культура потребления пищи Ну так, наверное, все-таки культура потребления Вот вина Меня вот здесь убедила все-таки цифра 82 Тот позитив настроя Говорили, что и в Грузии долгожители Наверное, здесь я убежден Но одно скажу Во время подготовки к соревнованиям Пить нельзя И вы знаете, вот все-таки Навязывается реклама алкоголя подросткам Действительно, она навязывается Это модно Это действительно, ну, что-то такое Что делает тебя взрослым Поэтому все-таки для меня этот раунд все равно Ну, не могу я сказать, что пить это здорово, да Это ничья Но я могу сказать, что это в этом раунде Наверное, победа немножко сторонников потребления питья алкоголя Спасибо, спасибо большое Ваш фаворит уже известен Вы сделали свой выбор на данный момент? Да, это действительно так И даже у соперников, которые за то, что не употреблять алкоголь Была хорошая фраза, что в красную книгу одного из оппонентов надо занести Значит, они со своей стороны тоже соглашаются с его мыслями Вы произвели фурор Но я категорически против фразы Пить хорошо Так вы вон! И как доктор более чем 40-летним стажем О факторах риска при ряде заболеваний Когда некультурное употребление алкоголя Приводит к очень серьезным последствиям Сегодня мы должны сделать акцент именно на это И в конечном итоге нашим телезрителям Сегодня интересно слушать обе стороны И мне опять же было приятно, когда оппоненты своим соперникам говорили Мне очень запомнился аргумент человека из другой команды Это значит, что сегодня сражение получается Спасибо Куча, скажите, а вы считаете, что можно словами переубедить истину в алкоголе? Можно Действительно так считаете? Или, может быть, все-таки нужно кулаками переубеждать И будете ходить со своим коллегой теперь? Кулаками он грустно обидится А когда ты будешь ему внушать, что это вред Конечно, он задумается и поверит Вам кого-то удалось переубедить в своей жизни? Да, да, и ни одного Наверное, все спортсмены? Ну, разные люди, есть и спортсмены Юрий, вот считается, что запретный плод сладок Вы не боитесь, что с вашими детьми сработает этот закон? Отчасти переживаю, поэтому пытаюсь максимально обезопасить своего ребенка от вовлечения в употребление Провожу первичную профилактику в учебных заведениях Работаю для детей всего Крыма для того, чтобы они не попали в зависимость и не сломали из-за этого жизнь Вы их просто пытаетесь переубедить Существует программа «Общее дело», утвержденная Министерством образования и здравоохранения Российской Федерации В которой подробно рассказывается молодежи о вреде употребления алкоголя, вреде употребления наркотиков, сигарет Соответственно, эту информацию мы внесем в массы и с помощью нее максимально защищаем наших детей Алексей, а вы не поменяли свою точку зрения? Тем более мы видим такой блестящий наглядный пример здорового человека при 100 граммах в день сухого вина Ни в коем случае, я свою точку зрения не поменял, я однозначно за трезвость Тем более, что, как сказал с моей стороны, я назову его коллегой Потому что с Юрием мы регулярно выступаем в профилактических мероприятиях Я хочу сказать, что большое значение имеет социальное окружение Если социальное окружение навязывает несформировавшемуся подростку идею о том, что можно выпивать То в дальнейшем он и будет эту программу транслировать своим детям Поэтому очень важно сформировать идею трезвости и альтернативные способы времяпровождения Может быть, вместо того, чтобы запрещать, лучше воспитывать культуру пить? Лучше формировать трезвость, потому что не всегда срабатывает культурное употребление алкоголя Большое значение имеет генетика, черепно-мозговые травмы, которые зачастую бывают в детском возрасте незаметными И в дальнейшем это ведет к формированию алкогольной зависимости Спасибо, мы вас поняли Вы выступаете за небольшое употребление легкого алкоголя, а что скажете о легких наркотиках? Сравнить алкоголь и наркотики, это, я не знаю, как сравнивать верх и низ Во многих странах легализуют сейчас? Ну, сейчас у нас пить или не пить За наркотики, я думаю, если пригласят меня в студию, я выскажу свое мнение Пока я просто за качественное небольшое употребление хорошего пива, хорошего вина в умеренных дозах Здоровый, счастливый человек Спасибо У вас бывали истории в пьяном состоянии, о которых вы сейчас очень жалеете и которых бы пытались избежать, если бы не пили? Нет, никогда Я никогда не находился в таком состоянии, что совершал что-то, о чем бы жалел Еще раз говорю, у меня мой метаболизм, к счастью, либо к ужасу, позволяет переработать практически нереальное количество алкоголя И оставаться при этом абсолютно в адекватном, раздуманном состоянии Спасибо Вас все-таки называют исключением из правил, что в таком возрасте вы прекрасно выглядите и употребляете постоянно алкоголь А все-таки в вашей жизни были ваши сверстники, которые спивались? Вот мои двое, с кем я учился пять лет, они перешли грань Их 25 лет тому назад вино выпило И каждый раз, когда мы проводим дегустации с нашими приезжающими россиянами в Массандру Я об этом обязательно всегда говорю Знаете, умеренное употребление Если вы летчик, если вы спортсмен, если вы водитель И речи не может быть ни о каком, ни малом, ни большом количестве Но человек, который имеет возможность, если выпить, то как раз мы пропагандируем постоянно Ребята, исключите вообще алкоголь Вино сухое, белое или красное, тем более прекрасно приготовленное Это напиток, который дополняет пищу Спасибо По итогам второго раунда Раздельным решением судей Победа отдается команде в красном углу Таким образом, после двух раундов Счет становится 2-1 в пользу команды сторонников культурного употребления алкоголя Третий раунд Полный контакт Правила третьего раунда просты Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом Ограничения по времени ответа нет Остановить схватку могу только я и судьи Итак, начинайте вы, ваша команда, вопрос оппонентам Пожалуйста Ну, хочу спросить, я так понял, что у вас почти все имеют отношение к спорту Хочу задать вам такой вопрос Допустим, многие, вы знаете, вот я на примере футболистов Примере спортсменов, Формула-1 После значимого события, после какой-то победы Все-таки пьют ни воду, ни кефир Поливаются шампанским У многих футболистов, вы знаете, есть винодельни Многие употребляют пиво Но, опять же, в умеренном, как мы говорим То есть не каждый день, а в некоторые моменты Там какой-то праздник, либо это был, либо это какая-то победа То есть все-таки чуть-чуть можно употребить Даже для профессиональных футболистов Вопрос в чем? Вопрос в том, что если отказаться полностью от алкоголя Как бы, ну, есть разница Будет разница в спортивных результатах или нет Если мы видим, что, ну, достаточно обратное То есть даже те люди, которые задавают Пойли вас, отвечайте, пожалуйста Сто процент будет разница в спорте Я думаю, спортсмен будет достигать более высших результатов Потому что это, во-первых, режим, дисциплина Что делает алкоголь? Поздно ложится спать спортсмен А те, кто себе это позволяет С ними как быть? С тем же Вот если бы он не пил бы, да? Кубков было бы больше Сто процентов Вот, допустим, Месси и Роналду Мы сейчас вот берем этих футболистов Это два величайших в истории футболистов А Мамаев и Кокорин? С ними как? Да, причем Мамаев и Кокорин Какой? Кокорин и Мамаев У людей по пять золотых мячей Они выиграли все, что можно выиграть И замечены были как бы Так они пьют? В чем вопрос? Выпивают, но умеренно То есть они были зафиксированы фотоаппаратами У нас много чего было зафиксировано Ну вот Это величайшие футболисты То есть они себе могут позволить когда-то выпить Нарколог, ответьте Давайте еще приведем Марадону Который лечился от наркомании Мы смеялись Давайте вспомним, как он впервые попробовал наркотик Извините, у нас передача об алкоголе Ну, мы привели пример в том, что говорим Звезды могут себе позволить многое Почему бы Марадону не привести? Нет, при этом оставаясь величайшими спортсменами То есть они не ведут нездоровый образ жизни Они ведут здоровый образ жизни Но не могут себе позволить немножко алкоголя Очень много спортсменов спивались Это факт Абсолютно верно Такое есть Это зависит от человека После завершения карьеры Он не знает, он посвятил пол жизни спорту А сколько завершило карьеру, допустим, спортсменов Которые абсолютно не пили Ну, травмы могли Психологическое состояние Это что же такое бывает? Бывает всякое Но в основном очень много Есть даже факты и олимпийские чемпионы Они спивались Вот это вот плохой факт То есть они переходили грань дозволенного И получалась безвыходная ситуация Он не знал, куда устроиться Опять это все вот тут у него Да все в голове Это само собой Все изначально из головы Такая статистика тогда Когда человек говорит Вот я закурил Мне тяжело-тяжело А я вам спрашиваю А курение тебе что, изменило ситуацию? Изменило или нет? Сколько у нас сегодня алкоголиков вообще в стране? 42 алкоголика Подождите 42 алкоголика на 100 тысяч россиян Такие цифры или какие? Разные цифры Это вы лечить не умеете? Или в чем дело? Не в том, что лечить не умеем А в том, что должна быть комплексная программа И комплексная программа сейчас начинает внедряться И второй момент Все-таки социальная реклама алкоголя Должна быть еще более ограничена А что с буйными делать? Принудительного лечения нет? Закона нет? Их никак нельзя забрать? Я думаю, что все-таки необходимость в том, что вести принудительное лечение Это необходимо Потому что Ну как и ЛТП раньше были, да? Да, только это в цивилизованную форму привести Обратать кто? В некоторых Я могу сказать, что За человека, семья? Да Кто будет решать? Нет А если он уже не может? Ему жизнь надо как-то спасать Хорошо Называется Благими намерениями Дорога знаем куда вымощена У нас есть семья В которой есть болезнь В которой есть алкоголик И у нас есть орган Который может идентифицировать Кто бы в вашей ситуации решал? Сейчас, одну секунду, можно? Я вопрос задаю Кто будет идентифицировать То, что он алкоголик Кроме семьи? Вы бы в вашей ситуации хотели Чтобы кто идентифицировал? За вас решение принимал Я не хочу, чтобы за меня никто ничего решал А если вы не в состоянии? Как это не в состоянии? Я здесь стою Значит, я в состоянии? Нет, ну мы же допускаем до абсурда Когда вы уже просто переходите Но тогда это не про меня Так, а чушь ты Я не связан с абсурдом Я говорю о гипотетическом человеке О котором говорит оппонент Что надо принудительно лечить человека Кто будет решать о том, что этого человека нужно решить? Кто судья? Комиссия врачей Комиссия врачей Вы не доверяете врачам? Абсолютно Комиссия тем более Есть профессионалы высочайшего уровня Которые в группах В группах совершают ступенчатые ошибки Приводящие в итоге Просто к взрывному результату А кто вас лечит тогда? И негативному результату Меня никто не лечит, слава богу Я не вынуждаюсь Краснокнижники сегодня собрались Понимаете? Вы ответили на вопрос? Вы еще не отвечали? Я не отвечал Да Могу сразу сказать, что спорт без алкоголя Принес бы намного выше результаты Если посмотреть на примерах людей, которые достигают что-то Да, мы можем сейчас по единицам с вами сказать, что эти люди употребили и достигли результатов Я не говорю, что они употребили и достигли результатов Результаты, возможно, у этих людей были бы выше Вообще результаты снижаются Намного выше И последний год выиграл бы не пьющий Модрич А выиграл кто-то другой из них Ну вот если бы вы играли в футбол, пили бы больше, как вы считаете? Или пили бы вообще? Если бы я не пил, и что? Вы не пили, когда играли в футбол, вообще никогда, правильно? Ну, потому что мне было 16 лет А если бы какой-то был... Во сколько? В 14 люди начинают пить? Ну, так мы, опять же, не будем всех под одну гребенку Но вы считаете, что алкоголь, пиво тоже никак бы не повлияло на вашу спицу школьную? Если бы пил в 16 лет, то, конечно же, повлияло, наверное Не жалеете? Не жалею о чем? Ну что, вот перестали быть профессиональным спортсменом Нет, я не из-за пива перестал быть спортсменом Просто у меня была травма колена Это не потому, что я начал пить пиво В 16 лет решил пить пиво и завязал спортом Я к тому, что, опять же, мы уже говорили Алкоголизм... Ну, вы сейчас говорите о алкоголизме Это какое-то чрезмерное употребление Мы говорим о культурном Да, о культурном Все зависит от человека То есть, если человек отдает себе полностью отчет То есть, может выпить немножечко того же вина, пива Или какого-то, я не знаю, другого Можно вопрос задать? Пожалуйста, ваша команда Когда человек начинает употреблять первый раз Нет, я мнение хочу спросить Первый раз человек начинает употреблять, подросток Как ему на этом этапе определить Может он культурно употреблять или не может? По каким? Вот, может быть, вы дадите совет, прохарактеризуете Какие-то повадки Как ему определить? Просто один подросток может употребить, по вашему мнению И культурно употреблять какое-то время, может быть, и до 82 А другой через несколько лет сопьется И его жизнь оборвется намного раньше Как определить? Да, мы же хотим Александр Иванович говорил, что есть культура питья Что с родителями приходят, как он говорит, даже с 13-летиями на дегустации То есть, они уже... Они уже приучаются? Слушаю, у меня вопрос Вы потом отслеживаете жизни этих людей, которых в начальном этапе просто приутили? Слово подросток вообще, насколько уместно в этом сейчас контексте слово подросток Почему вообще подросток должен выпить и попробовать? Абсолютно, мы даже речи не ведем об этом К сожалению, общество навязывает ему употребление Если сейчас посмотреть Общество навязывает Нет, есть существующий контроль за продажей алкоголя Хорошо, в 18 лет человек к вам приходит, первый раз употребить Как вы определите? Но это уже не подросток Сможет ли он? 18-летний парень приходит Мы просто говорили о подростке 18-летний парень приходит к вам, первый раз употребить Как вы продиагностируете, сможет ли он Сможет ли он, да слушайте Из армии Сможет ли он контролированно употреблять или его жизнь сломается из употребления? Как вы продиагностируете? Это естественный отбор А, то есть вы, по сути, вот у меня вопрос такой вот вытекающий Выживает сильнейший Не кажется ли вам, что вы являетесь провокаторами проблем в жизни человека? Абсолютно не кажется Своими алкогольными Я не стою на улице и не приглашаю 18-летних с плакатами Как естественный отбор Я вам сейчас подсуну Кто-то из вас пойдет в правильной жизни, а кто-то извините, друзья А я никому ничего не подсуну А деньги у меня Он, заходя ко мне, он знает, зачем он туда идет Он не идет выпить у меня чай, а я ему вместо чая предлагаю коньяк Но я же понимаю, у вас не только алкогольное заведение Он идет ко мне, он идет ко мне выпить совершенно то, что он хочет И чаще всего он ко мне приходит не в первый раз Потому что в первый раз Система Он чаще всего в первый раз Он попробовал дома, в тайне от родителей, с друзьями, на день рождения Андрей, вот только вслушайтесь в эту цифру Более 14 тысяч состоящих на учете алкоголиков в возрасте от 15 до 17 лет в России Это проблема в семье, это проблема семьи, не более чем Потому что, слава богу, в России жестокий контроль продаж Но вы допускаете, когда в вашем заведении сидят родители, дети, родители пьют при детях Ну, в моем заведении не бывает бесконтрольного потребления алкоголя У меня приличное заведение, которое режет асоциальных личностей, чехов, фейс-контролем Ну, они за столом все сидят, детскую комнату Да не будет у меня бесконтрольного потребления У меня нет, у меня есть ценовая политика Во-первых, у меня есть ценовая политика. Во-вторых, у меня есть определенный ассортимент. Мы не продаем боярышник, да? У нас нет асоциальных личностей, аморальных таких. У меня достаточно личные гости. Слушайте, боярышник в Иркутске пили не только маргиналы. Медики в том числе. А медики пьют нормальный спирт. Лишь бы у вас все было. Нормальные медики пьют спирт. И сами готовят из него водку и прекрасно пьют. Что пьют нормальные медики? И ничего с ними не происходит. Так вот, подождите, давайте я закончу. Вопрос к специалисту. А вам не интересно, что пьют медики? Или вы знаете уже? Да я знаю, у меня вся семья врачи. Я прекрасно знаю, что пьют медики. Я прекрасно готовлю водку доходу и сам же. Приходите пробовать. Самогон не варю. У меня бабушка царство я небесное варила. Замечательно. Самогон лечился от гайморита запахом. Вот такая штука. И не пил ни разу. Ни разу до 16 с половиной лет. Жалеете? Ни в коем случае. Зачем? Я же нормально чувствую себя, хорошо выгляжу. Что мне жалеть-то? На ваш вопрос еще не ответил Александр Иванович. Вы вопрос помните, слышали? Нет, еще раз повторите. Для Александра Ивановича. Как вы считаете? У меня два вопроса были. Первый вопрос это вот 18-летний мужчина, парень. Как упредить, правильно? Как не дать ему выпить в 18? Когда приходит к вам, как вы продиагностируете, что этот человек сможет культурно пить, а вы ему не подсовываете проблему в жизнь? Это первый вопрос. А второй вопрос. Не кажется ли вам, что вы, вернее, даже не так, перефразирую для вас. Да. Вы осведомлены, что вы являетесь провокатором проблем в жизни человека через алкоголь. Ощущаете ли вы вину в дальнейшем? Если по наклону человек пойдет. Вину ощущаю, вину нет. Вино никогда не является ядом. Это, знаете, еще в советское время, когда-то институт Магарач приготовил новую марку вина и направил ее в институт питания в Москву. И знаете, какой ответ? А как спасти подростка, который... Сейчас, сейчас. И знаете, какой ответ дали? Там, там. Мы с ядами не работаем. Это понимаете? Люди. Вы хлеб считаете роскошью питания? Ну, продуктом питания. Роскошью питания нет? Неотъемлемая часть. Во всех странах мира, где спокон веков был виноград и вино, они не понимали, как можно, употребляя кусочек второго блюда, не запить глоточком сухого белого или красного вина. Вина, а не алкоголя. Вино не алкоголь. Люди, которые занимаются профессионально спортом, исключено даже сухое вино. Люди, сидящие в транспорте, в самолетах, где бы то ни было, исключено. Алексей, вино относится к алкоголю? И когда мы начинаем... Это алкогольный напиток. Да. Александр Иванович, а для вас какой? Там алкоголь есть. А вы лечитесь вином? Да. Я не болею. Вот когда начинается осенне-зимнее-весеннее период, вот в другой раз приходишь, чувствуешь... Создатели к без, что от чего? От простуды, скажем. Ну, вот сейчас актуально, да. Что мы делаем? У нас у каждого... Разгреваем? Да. У нас, да. У нас имеется дома всегда в запасе или когор, или портвейн, красный левадия, скажем. Я наливаю примерно 250 кубиков. От сердца что помогает? А? От сердца что помогает? От сердца? Да. Коньячок. Ты подожди, вы штук по вину. Так вы же не пьете коньячок. Коньячок, который за 12 лет и старше. Это коньяк. А когда 3-4-5 звездочек, это не коньяк. Это спирт виноградный, выдержанный 3-4-5 лет и закрашенный колером. Понимаете? Да коньяка там еще как до небес. Мне вот обидно, знаете, когда показывают... Когда не понимают, я понимаю. Когда фильм показывают этих распальцованных, и вот он что-то, единственное, что он там соблюдает, берет бокал коньячный, а потом в этот бокал он не наливает, а потом подносит и к этому несет. Слушайте, если у вас с коньяком такая история, а что у вас с водкой вообще? С водкой никогда я... Боитесь? Нет, я просто не пью. Зачем я буду пить водку, когда я вином наслаждаюсь? А вот Андрей смешивает. Вино с водкой никогда. Никогда. Нет, я имею в виду, что вы употребляете... Да, почему? Может, какой-то новый был коктейль. И желательно не в один день. И не в один день, да. Это дикость. Это самое настоящее. Согласен абсолютно с коллегой. А пиво с водкой? Исключено. Исключено. Смешивать не так же не поймешь. Не сможешь насладиться. Если пьешь пиво, пей пиво. Не насладишься ни вкусом, ни послевкусием, ни состоянием. А вообще алкогольки понимают вкусы вообще? У больных алкоголизма, у них отсутствует критика к тому, что они вообще... Почему болезнь называется? Птические поведенческие расстройства. У них отсутствует критика к тому, что они делают. Но пьют все, что видят. Потому что у них компульсивная тяга. Они не владеют собой. Это один из признаков болезни. Поэтому я и говорил, что таких людей нужно лечить, предоставить им посильную работу, предоставить им жилье, чтобы они в конце не деградировали, не оказались... Слушайте, а правда, что алкоголь надо поджигать? Вот к вам приходят, поджигают. Если горит зеленым, то нужно вызывать милицию, потому что вы метанол уже. Да? Вы не заняли в таком? Никогда не поджигал алкоголь. Зачем поджигать его, пить надо? Я понимаю, определить суррогат или нет? У меня нет суррогата. Вы говорите, а что вы еще можете сказать? Так я что могу сказать, если у меня очень строгое законодательство? Приходите, проверяйте, поджигайте. У меня очень жестокое, жесткое в России законодательство по поводу алкоголя и лицензирования. Я налив 50 грамм, должен штрих-код провести по бутылке, который сразу же отходит в нового. Ваш вопрос ответили? Нет. Нам рассказали историю, но так и не сказали. Как? Как спасти 18-летнего человека? Определить, что он сможет культурно употреблять, а вы ему не подсовываете смертельную веществу? Мой коллега сказал, что это все в семье. Понимаете? Все в семье. Государство не в состоянии. Вы анализируете его семью до того, как человек пришел, и вы дали ему эту проблему? Вот когда ко мне приходят в гости мои друзья, или если они приходят с детьми, если ему, как говорится, я вижу, что ему нельзя вообще, я говорю, что вы делаете? И речи не может быть. Правильно я понимаю, когда к вам приходят на дегустацию, вы сразу оцениваете, вот этим нельзя, этим можно, но даете всем. А когда приходим на дегустацию, они сидят рядом, что мы слушаем. На дегустации можно всем. И слушают, я говорю. Они уже пришли, они платили. Понимаете? Вот все французские семьи, начиная, как говорится, с 7-8 лет, уже начинают приучать дегустировать, а дегустировать это определять, но не пить. А вы не хотите узнать, что помогает, какое вино от головной боли? Вот Александр Иванович точно должен знать. От головной боли. Портвейн Карас на Ливане. Понятно. Вопрос с вашей командой, пожалуйста. Мы задаем вопрос. Да, вы. А у меня вот к вам, господа, вопрос. Не к Хвиче, потому что... А почему же так избирательно? А потому что Хвиче сказал, что он никогда не пил ранее. У него не было... Как-то никогда не пил. Он пил в маленьких-маленьких дозах, перегуглял, но у него не... А наши уважаемые оппоненты, если я правильно вас понял, вы сказали, что когда-то, когда-то вы перешагнули рубеж и приняли для себя решение с этого момента больше не пить. Я правильно вас понял? Нет, вы неправильно поняли. Неправильно понял. До определенного момента у нас тоже была иллюзия, что, возможно, культурное питье, и что алкоголь в чем-то помогает. И вы пили? Мы не пили. Мы пытались... Мы культурно... Вот не вы вдвоем, а вот лично вы. Лично я, как Александр Иванович говорил, на праздники мог пригубить вино в компании, мог поддержать тост. Но потом я решил, что это ухудшает мои спортивные результаты. Вы спортсмен? Я занимаюсь спортивным туризмом. И я отмечаю, что мои результаты намного выше стали, как только я пришел к абсолютной трезвости. От какой дозы? Можно? Секунду, пожалуйста. Извините, пожалуйста. А какая доза вас привела к этой мысли? Да-да-да, вот я. Доза? Да, вот после какой дозы алкоголя вы пришли, что именно эта доза мешает вам достигать более высоких результатов в вашей деятельности? Смотрите, я никогда за вечер в компании не выпивал более 150 грамм вина. То есть для меня больше уже становились неприемлемые, ну, потому что вызывало отторжение со стороны организма. Тошноту? Нет, не тошноту. Мне просто больше не хотелось. У меня дальше интереса не было. Я знаю многих людей... Может, вы не умеете пить? А? Нет. Вам точно нужна дегустация? Нет, это же корнический метаболизм. Он его не чувствовал, он его переработал, и все. Ну, у вас все в порядке. Тогда зачем пить вообще? Да. Так вот человек и пришел. Переводить продукцию. Я же об этом же и говорю, что человек пришел к тому, что переводить не нужно. И вы поймите, что если человек говорит, что у него высокая толерантность к алкоголю, он может выпить большое количество и ничего не чувствовать, это один из симптомов начала зависимости. Какая стадия у Андрея? Потом наутро он расскажет, что у него возникает дрожание, что у него сердцебиение, он вынужден похмеляться. Я никогда в жизни не похмелялся. Рассольчик никогда? Это не опохмел. А что это? Опохмеление это употребление алкоголя, какой-то дозы алкоголя, чтобы были перешедшие за гранью. А чем надо похмеляться? Смотрите, я не закончил. То есть мы начали о том, что болезнь возникает и развивается из подвали. Вначале увеличивается толерантность, потом со временем возникает потребность в опохмелении алкоголем, слабоалкогольным напитком. И потом дальнейшее психическое поведение нарушение. Вы зря смеете слабоалкогольные напитки? Ну... Продолжайте. Какая стадия следующая? Вы продолжайте. Следующая стадия, когда у человека возникает запой длительностью от 3 до 7 дней. Это уже вторая стадия. И в конце концов, третья стадия, когда наступает алкогольная деградация. Когда человек не способен выходить на работу, единственная его цель в жизни – это поиск и потребление алкоголя. Это третья стадия, стадия деградации. Вы готовы поменяться общими местами? Вас кто-то переубедил сегодня? Скажите, пожалуйста, а если... Ребята с каким-то крайностям, все время какие-то крайности. У меня никогда, вот за все время, за богатейший мой опыт употребления алкоголя в разумных дозах, у меня в жизни не было состояния похмелья, я никогда не похмелялся, у меня никогда нет запоя, не бывало. Я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, что такое неадекватное поведение в алкогольном опьянении. Я не понимаю, что такое агрессивное поведение в алкогольном опьянении. У меня никогда не бывает ссор в алкогольном опьянении ни с кем. Я не попадаю в полицию, не езжу пьяный за рулем. Мы говорим о культурном употреблении, не до беспамятства. А пью я достаточно долго. И по вашим словам, я по идее должен уже так вплотную, так в пике идти в третью стадию. Но где? Я не говорю, что вы в пике, но я говорю, что заболевание длительное. И если мы встретимся через 10 лет, тогда можем мы о чем-то говорить. Я запишу номер телефона. Александр Иванович, 82 года, а что у него с печенью? Что у него с печенью? Могу принести справку вам. Я проходил тут в генезисе. Так и показали. Красную книгу. Это, по-моему, красную книгу. Это нокдаун, по-моему. Красную книгу. Вот когда спортсмены ваши стероиды используют для накачивания мышц, вы можете, почему вы не приравниваете тогда стероиды к вину или к крепким напиткам? Вы же используете. Переходите грань тоже самое. Вы это кто? Не вы лично. Спортсмены. Вы отвечаете сейчас за спортсмена. Смотрите сюда. Это также идет нагрузка и на печень, и на все остальные органы. Так же, как и алкоголь. Да. Вот вы сейчас говорите, но вот Андрей говорит, да, что он пьет, но у него никогда не бывает. Но статистика существует, что все преступления, все драки. Многие, да. Все омарии, все при алкоголе. Не попадает же человек трезвый, максимум, там, может, сердечный приступ, там, случайно ножа. Максимум. А чем печень-то лечить? Печень? Я не знаю. Вот как раз мы все время живем просто снаружи. Так давайте ответим, каждый из вас, на вопрос. Нет, не про печень. Все-таки пить или не пить? Пожалуйста, с вас, коротко. Пить или не пить? Трезвость. Я за трезвость. Но поэтапную. Нельзя сразу одним... Сколько промилей вашей трезвости? В смысле, промилей моей трезвости? Промилей говорю я, про промиле вашей трезвости. Вы категорически против убрать все? Никакого алкоголя? Не моментально, не одномоментно. Но это должна быть постепенная программа. Пить или не пить? Не пить. Я бы хотел вообще здесь увидеть за вашими спинами алкоголиков такое большое количество поддержки, группы поддержки. За спинами судьи? Нет, за спинами наших оппонентов. А за спинами наших, трезвых людей, большое количество наших у нас. Не пить. Нас алкоголики не поддерживают. Кричи, пожалуйста, пить или не пить? И все происходит по пяньке. Не пить. Не умеют наши люди пить. Такие люди, которые пьют красиво, отдыхают, их очень мало. Поэтому за трезвых. Спасибо, Александр Иванович. Ну, я знаю, что вы сейчас скажете. Пить или не пить? Наслаждаться прекрасным вином. Так же, как мы наслаждаемся вашими губами. Понимаете? Серьезно. Точно выпить. Вот когда коллекционное вино... Так все-таки сколько у нас тут? Сколько было перед передачей? Когда 30-40 лет выдержанное вино... Спасибо, Андрей. Пить или не пить? Однажды, я не помню, кто это сказал, что алкоголь не делает человека плохим или хорошим. Алкоголь... Неуправляемым. ...показывает то, что человека есть внутри. Что он есть на самом деле? Что он есть на самом деле? Но все-таки, Александр Иванович, вы ответили. Поэтому я считаю, что в разумных пределах в меру можно пить. Да, обязательно есть какой-то процент людей, которые эту меру не выдержат. Спасибо. Пивовары? Добавить можно? Нет. Пивовары? Пивовары пьют качественное крафтовое пиво. Пить или не пить? Конечно, но в умеренных дозах и качественный. Качественный напиток. То есть не суррогат. Александр Иванович, давайте скажите. Один из виногена? Не про губы, а про вино. Не-не, один наш виноген когда-то выразился. Вино. Вино. Человека такого делает еще более таким. Если он хрю-хрю-хрю, он быстро приходит в то состояние. А другого оно поднимает на самую высокую ступенечку, понимаете? И с такими людьми хочется пить, петь, веселиться, даже просто смотреть, как он живет. А вы говорите не пить. Ну, хрю-хрю-хрю, перевешивает чашу большинство. В определенной дозе. Спасибо. Наше время и стекло. Третий решающий раунд завершен. Мы ждем окончательного решения. Судьи, господа, у вас буквально 10 секунд. Так, Андрей, наш итоговый вопрос. Пить или не пить действительно? Вы знаете, наслаждаться действительно хорошим сухим вином, качественным пивом, наверное, можно. Но мой ответ будет, алкоголь в больших количествах употреблять нельзя, особенно молодежи. Это разрушает судьбы, разрушает семьи. Александр Иванович, про алкоголь говорят. А вас кто-то из наших сегодняшних выступающих убедил? Вы знаете, я сделал для себя выводы и все-таки постараюсь, если и употреблять алкоголь, то только качественное, дорогое, сухое вино и хорошее пиво. Но как можно минимально. То есть, ну я взрослый человек, я делаю свой выбор сам. Молодежи пить нельзя. Ребята, добейтесь чего-то в жизни сначала. Добивайте своих целей, занимайтесь спортом и не употребляйте алкоголь. Спасибо. Борис Романович, ваш ответ. Пить или не пить? Я бы так жестко, так как называется наша программа, не ставил бы этот вопрос. И та шутка, с которой я начал комментарии сегодня Михаила Михайловича Жванецкого, это шутка была относительно в любом количестве. Потому что, к сожалению, я владею статистикой дорожно-транспортных происшествий, постоянно общаюсь с сотрудниками ГИБДД. Это катастрофа. То, что еженедельно у нас минимум 45-50 водителей за рулем в алкогольном опьянении задерживаются. Эта статистика не меняется. Поэтому, дорогие друзья, эта программа сегодняшняя, это напутствие всем на будущее. Может быть не так жестко, да или нет. Но обратите внимание, а уж то, что по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и многим-многим другим категорически нежелательно. Хотя некоторые представители стороны, желающие употреблять алкоголь, говорили. Но энотерапия это не догма для всех без исключения. Здесь надо избирательно подходить. Я соглашусь со своим коллегой в данном случае. Но при этом, то, с чего мы начинали сегодня, не надо быть ханжой. И надо смотреть реально на вещи. Но в данном случае алкоголь это разрушитель многих организмов человека. И вот. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор. И сейчас мы узнаем, кто же одержал победу в этой схватке. Решением арбитров в этом поединке объявляется ничья со счетом 2-2. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона извлечет уроки из сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». И все будет жестко. Редактор субтитров А.Семкин